В предыдущей серии я побывал в заброшенной штольне, которая разрабатывалась несколько десятилетий тому назад. Теперь мы прогуляемся по действующим выводкам одного из крупнейших в Европе рудников. Всем привет, дорогие зрители! С вами канал Атро Волги, его ведущий Степов. Я нахожусь на наклоном спуске в гору, где работает конвейер. По которому поднимается добытая руда. Сделаем здесь сразу небольшое техническое отступление. Правильно этот способ выдачи руды на поверхность называется вскрытием наклонным стволом с конвейерным подъемом руды. Используется на этом руднике эскиповый подъем руды вертикальным стволом. То есть когда руда загружается в огромные емкости грузоподъемностью от 4 до 50 тонн, который поднимает наверх по вертикальному стволу специальный приводной механизм. Оба эти способа способны обеспечивать наибольшую производительность выдачи руды на поверхность. И на данном руднике действует параллельно, обеспечивая непрерывную доставку руды даже в случае остановки конвейерного или скитового подъема. Вот здесь осуществляется подъем руды. После этого готовая добытая руда будет грузиться на вагоны. Спускаюсь я уже около 10 минут и конца наклонному ходу не видно. Поэтому его протяженность, его длину определить достаточно трудно. В вагонетках сложено множество запчастей от тех самых конвейеров, которые мы только что видели. Забегая вперед, скажу, что еще не раз мы встретим целые составы вагонеток, заполненные различными деталями и узлами от конвейерных подъемников. Наконец я добрался до рабочих штреков. И они простираются на множестве километров. И несмотря на наличие многочисленных указателей на стенах, заблудиться здесь весьма просто. И сейчас я нахожусь в разбирке в сону. Здесь уходит узкоколейка в сторону натурального ствола. И дальше в горы тоже уходят по пути узкоколейки. И можно слышать, как пупили ренталовый вода. Масштабы выработок здесь просто впечатляют. Добыча апатит-ефилиновой руды ведется буровзрывным способом. Сначала забудываются так называемые шпуры. Отверстия в породе диаметром несколько сантиметров и длиной до 5 метров. Потом в них закладывается взрывчатка и производится взрыв, в результате которого порода обрушается. Кстати, взрывные работы проводятся в основном ночью. Далее отбитая руда попадает в подземную дробильную камеру, где измельчается. После этого руда транспортируется наверх, или на конвейере, или в скиповом подъемнике. Встречаются забутовки. Здесь когда-то попадали туда, дальше за стену рельсы узкоколейки. Сейчас я в рабочих туннелях нахожусь. Можно сказать, святая святых рудника. Сзади очень сильная тяга. Очевидно, там находится инфекционный экспорт. Очень похоже на сбойки и туалеты в метро. Только ширина рельсов меньше. Ну, не хватает контактного виза. В Витебингов, конечно. Двигаясь по штреку, я заметил ответвление, уходящее вдаль в темноту. Оттуда веяла сырость. Пройдя несколько десятков шагов вглубь, меня окружила необычная тишина. Впереди, словно призраки далеких лет, вырисовывались силуэты ржавых вагонеток. А вот это вот явно заброшенная выработка. Здесь уже снята контактная подвеска, которая, видимо, была. И стоит такая вот фактурная ржавая заброшенная техника на вагонетках. А вот так заделываются выработки, которые уже не разрабатывались. Вот такая старая деревянная заготовка. За ней, кстати, очень-очень нехилая тяга. Поднятая на поверхность руда грузится в вагоны Думкары. Это специальная разновидность полувагонов, оборудованная пневмоцилиндрами, позволяющая наклонять вагон для его разгрузки. На этих вагонах руда и доставляется на АНОВ-2 и АНОВ-3, апатит-нефилиновой обогатительной фабрики, где из нее получают апатитовый концентрат. Первая такая фабрика, АНОВ-1, была создана в 1931 году и проработала до 1992 года, когда и была выведена из эксплуатации ввиду износа оборудования и в целом как морально устаревшая, а в 2012-2013 годах была снесена. Тем временем я продолжал осматривать рудник, уходя все дальше по разветвленной системе штреков и квершлагов. Мне приходилось передвигаться максимально осторожно, поскольку встреча с местными обитателями не входила в мои планы. Тишина сменялась новыми, самыми разнообразными звуками. Практически в каждом из штреков стояли составы из вагонеток, загруженные различным оборудованием. Огромные механизмы здесь. Можно встретить о вагонетках, погруженные. К сожалению, не могу сейчас сказать предназначение этого механизма. Кто связан с горным делом, может быть, подскажет в комментариях. Такое колесо выше моего роста. И практически на каждой вагонетке можно увидеть самые различные оборудования. Как выяснилось позже, это колесо тоже является частью приводного механизма конвейерного подъемника. Впрочем, комментарии специалистов в горном деле под этим видео по-прежнему приветствуются. А здесь под сводами выработки настеленный брезент, поскольку там попадают брюнтовые воды, и чтобы это все натикло на оборудование, вот так вот все закрыто. Видимо, это лента для конвейера. За моей спиной еще один такой же агрегат, такое же колесо, только уже похоже в рабочем состоянии. Кстати, стоит развеять несколько заблуждений людей, далеких от горного дела, и внести ясность в терминологию. Часто рудник называют шахтой. Это неверно. Рудник – это горное предприятие, добывающее рыду и горнохимическое сырье подземным или открытым способом, то есть карьерным. А шахта – тоже производственное добывающее предприятие, ведущее разработку горючих полезных ископаемых и металлических руд подземным способом, так что уголь добывают только в шахтах. А еще у местных горняков принято говорить «рудник» с ударением на первый слог. Ну а мне пришло время подниматься наверх. К сожалению, удалось посмотреть далеко не всю. Но ввиду того, что в этот раз я побывал на руднике нелегально, и время, и выбор маршрутов у меня были крайне ограничены. Надеюсь, что еще будет возможность посетить подобные предприятия уже официально и снять более информативный материал для вас, дорогие зрители. Не забудьте поставить лайк под этим видео и рассказать о нем на своих страничках в соцсетях. Если вам понравилось видео, это будет лучшая помощь в развитии канала. На этом я прощаюсь с вами. Впрочем, ненадолго в следующей серии я расскажу об обратном пути скользкого полуострова. Всего вам самого наилучшего!